Приветствую вас! Поскольку вы свой вопрос до сих пор не решили, то есть, ну, как бы не выбрали лучший ответ, я предпочитаю, я попробую вам ответить на ваш вопрос, надеюсь, что это будет полезно. Основная проблема, которая мне видится у вас заключается в том, что вы пытаетесь избавиться от своих мыслей. Вы пытаетесь именно избавиться от своих мыслей, считая, что они какие-то аномальные, считая, что их не должно у вас быть, считая, что мысли плохие и так далее. Что по факту вы делаете? По факту вы запрещаете себе чувствовать, думать и делать то, что вам хочется. Если негативные мысли есть, значит, они вам о чём-то или как минимум что-то пытаются сказать. То есть, ваши мысли вам пытаются что-то сказать, пытаются что-то донести. Вы тем, что игнорируете это, пытаетесь подавлять это, вы себе вредите, к сожалению. Вот, к сожалению, вы себе только на нас делящий вред. И, собственно, именно поэтому так бесполезно пытаться избавиться от своих мыслей. Именно поэтому так бесполезно пытаться это делать. Потому что избавляйся от своих мыслей, не избавляйся от своих мыслей, а всё равно, если что-то нерешённое, если что-то вот, ну, если вы как-то что-то решить не смогли, если как-то вы что-то решить не смогли, то вы это скорее всего и не решите, просто избавившись от этих мыслей. Нужно обязательно, обязательно увидеть, что за ними стоит, ну, за мыслями, что стоит, обязательно. И когда вы увидите, что за ними стоит, за эти мыслями вашими, когда вы поймёте, что за ними стоит, когда вы увидите, что за ними скрывается, вот тогда уже можно будет, о чем поговорить? Тогда уже можно будет что-то делать. Тогда уже можно будет что-то вам рекомендовать, условно говоря, тогда. Только тогда и никак иначе. Очень важно, очень важно для себя понять следующее, очень важно понять для себя следующее, что ненужных мыслей, вот именно ненужных мыслей, не бывает в принципе. То есть ненужных мыслей быть в принципе не может. Это то, что вам необходимо для себя тогда определить. определить природу ваших мыслей, понять природу их, что это за мысли, что за ними стоит, что стоит за вашими мыслями. Вот это очень важно. Это очень важный момент. Это очень важный момент. А не просто избавиться от каких-то мыслей, да, и всё как бы. И, ну, подумать, что какие-то, что-то вам не нужно. То есть вы, наверное, и по жизни так довольно часто избавляетесь от каких-то мыслей своих. Вот. Только, что это, опять же, вам даст, что это может вам дать. Понимаете? Какая история. Это вот очень важный момент. Вот так. То есть вам можно и нужно с точки зрения психологии ответить. Да? Может быть. Может быть. Это нужно либо подтвердить, либо проверить. А пока... Ничего такого. Понятно. Вот. В принципе, так. Можно вам ответить. Надеюсь, что это было полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Не принижайте и не обесценивайте свои мысли. Изучайте их и следуйте, смотрите на что они опираются. Всего вам самого доброго. Guardать. Calian поля. Продолжение следует...